Если вы играете в Clash Royale, то рекомендую подписаться вам на канал Android Live. Здесь вы найдёте тактики, секреты и ещё многое другое. Ссылочка есть в описании. Привет, интернет! С вами Илья, и сегодня у нас будет очень позитивный обзор, потому что мне наконец-то пришёл браслет Xiaomi Mi Band 2. Заказывал я его с сайта Banggood, и вот наконец-то этот девайс до меня добрался. В общем, давайте смотреть. Поставляется данный трекер в фирменной коробочке. Коробка, кстати, максимально минималистична с логотипом компании. Внутри нас встречает сам девайс, и при этом он заряжен. То есть мы можем сразу нажать на эту кнопку и посмотреть, как же он работает. Также в комплекте шёл сам ремешок, зарядочка и инструкция. По традиции поговорим о дизайне. Как видите, трекеры выполнены в чёрном цвете. На передней стороне нас встречает OLED-дисплей, а также сенсорная кнопка управления. Сам девайс выполнен в строгом стиле, при этом ремешок, так сказать, подчёркивает этот дизайн и хорошо сочетается с самим трекером. На ощупь, кстати, ремешок очень мягкий и приятный, и это очень здорово, ведь мы всегда будем его носить на руке. На руке, кстати, девайс отлично смотрится. Наверное, он всё-таки подойдёт больше под спортивный, или, так сказать, повседневный стиль одежды. Теперь по функциональности. Данный процесс стал намного умнее. Теперь он показывает время, количество шагов, калорий, частоту сердечного ритма, уведомления и другую полезную информацию. В целом, трекер теперь можно использовать как самостоятельное устройство, потому что всё необходимое мы и без смартфона здесь можем посмотреть. Но уже с помощью приложения нам открывается огромный набор функциональности и подробной информации. Здесь всё можно персонализировать, настроить на свой вкус и уже анализировать свой ритм жизни. Приложение, кстати, тоже обновили, оно стало гораздо привлекательнее и тоже выполнено в стиле минимализма. На самом деле, я просто обожаю минимализм, поэтому рад данному девайсу. Компанию Xiaomi, думаю, можно похвалить за данный девайс. Видно, что ребята двигаются вперёд и выпускают не только интересные, но и просто красивые девайсы. В общем, здесь чувствуется хороший вкус, и я думаю, что не только мне, но и всем остальным он тоже по душе. Стоит данный девайс не слишком, я считаю, дорого. Это порядка трёх тысяч рублей. Ссылочку на магазин, конечно же, я оставляю в описании под видео, так что смело переходите и, конечно же, его заказывайте. Ну а я пойду дальше его тестить, и думаю, как-нибудь на стриме всё более подробно вам расскажу о своём опыте в использовании. Ну а так, всем удачи и пока.